Старшиня комитета державного контроля в Беларуси Леонид Анфимов наведал с рабочей поездкой открытое акционерное товариство «Комарука». Здесь устроился с працованным коллективом. Какие пытания занимались подчас встречи ведая Юрий Печур. Сустреча с працованным коллективом и размоба об социально-экономичном стане Украины с проекцией на конкретное предприимство, удаденным в выпадку, тушкофабрику «Дубравский бройлер» стали подчатком рабочей поездки в Брестский район старшиня комитета державного контроля в Беларуси Леонида Анфимова. Увага керавника КДК для этого предприимства не выпадковая. На сегодняшний день тут склалася непростая ситуация, якая потребует принять терминовых мер. Так, от реализации продукции в тушко-годовле открытое акционерное товариство «Комаровка» в минулом году понесло страты. На предприимстве не хапай уластных оборотных финансовых сродков для ожицевления всякой деятельности. Финансовые проблемы связаны с необходностью обслуговывания банковских валютных кредитов, які были притягнуты на модернизацию вытворчасти. На сьогодніх этой суммы запозиченности складається свыше 300 млрд рублів. Причинами такого станут справ, со слов керавника КДК стали танные кредиты, які принесли предприимству «Одворотный эффект» і недостаткова пропорцованості бізнес-планов паралізації готової продукції. В данной ситуации вложили очень много средств, но я считаю, нам дармовых средств вложили, считая, что, может быть, кто-то спишет их когда-то, что возвращать не надо будет или возвращать с меньшими потерями. Реструктуризацию, как вы сегодня слышали, проведут этой задолженности. В конце концов, может быть, и спишут даже эти долги. Не просчитали окупаемость его, прежде всего. Получилась вот такая картина, что предприятие оказалось закредитованным. А кроме птушкафабрики, господарцы за прошлые годы побудованы еще шесть молочно-товарных ферм – комбикормовый завод, який так само пакуль працует не на повную могутость. Усюг этой вытворчести нельзя стратить, а значит, старшиня комитета державного контроля. Стоит задача вывести увесь комплекс на рентабельную работу. И реальные кроки в этом накерунку уже робятся. Другой часткой рабочей поездки Леонида Анфимова на птушкафабрику «Дубравский бройлер» став прием грамадзян по особистых пытаниях. Усяго записалось на прием 7 человек. Пытания самые розные. От недохода места в улицах садках до газификации поселка и приватизации жилья. Во-первых, решаются те вопросы, которые не решились на местном уровне. Хотя вот те проблемы, с которыми обращаются граждане, они, конечно, не должны выходить на республиканский уровень, на меня, там еще на кого-то, даже на областной. Вопросы, собственно говоря, такие пустяковые. 70% вопросов, с которыми они сегодня пришли, мы сняли в процессе приема. Юрий Печор, Николай Ковалев, областные новины, Брестский район.